Хочу обратиться к россиянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Сам откуда? В Ровеньки, Луганской области. Родился там? Родился в России. А в России где? В Хутор-Козырь, Милеровский район, Ростовская область. Ну, паспорт украинский. Украины, да? А когда пошел воевать? Ну, 15 марта 1922 года. А какие обстоятельства были? Да, ну, какие, в магазин шел. Пошел в магазин, подошли, забрали и поехали в военкомат. То есть силы забрали? Ну, как, силы не было, но чтоб я не вздумал убегать. А кто забирал? Ну, в военной форме солдат. А МГМ было или уже военное? Не-не-не, военное. Семья есть? Да, жена, трое детей. Трое детей, да? А чем занимался в Ровеньках? На частных копанках работал, ну, на частностной шахте. То есть добывал это частное? А это большая или копанка? Потому что между копанкой и шахтой это большая разница. Копанки, копанки. А как там весь бизнес был построен? Вот уже после 2014-го? Дальше копанки были, да? Да. И потом это сдавалось куда? Ну, не знаю, на экспорт, продавалось. Какая зарплата была? Ну, сдельно. Ну, сколько сделал, столько получил. В основном там у меня получалось до 20 тысяч рублей. А до 2014-го ты чем занимался? Сидел до 13-го года ноября. А за что? Ну, кража, угон. А сколько дали тогда? 5,5. Сначала я под условным ходил. Вот, 5 на 2 давали. А потом замена режима и поехал на 5,5. А это единственная ходка была? Да. И после 13-го? Ты когда вышел в 13-м? 30-го ноября. 30-го ноября. То есть ты помнишь эти все, как бы, то, что случилось? На Донбассе? Да. А еще вернемся. Ты пошел в марте воевать. Тебя забрали. Какая должность? Ну, стрелок. А где воевал? В рубежном и в Солидаре. В промзоне Солидар. А когда в зале плен? 30-го декабря. То есть ты с марта по декабре воевал? Да. Долго? Ну, немало. Ну, в рубежном был по 27-е апреля. Вот. Было ранение, контузия. Был эвакуирован. В больнице лежал. Где? В Ровеньках. Вот. В неврологии лежал под капельницами. Вот. Потом выписался. И в больницу попал же, ну, скопанки. Вот. И оттуда тоже в военкомат и в Солидар. То есть я у них фиксировался как, ну, действующий военнослужащий и пошел опять туда. Сколько платили? 186. С марта по декабрь, правильно? Ну, первоначально, когда я в больнице был, вот, платили 76, там 96. А потом уже с сентября месяца, получается, с августа я получал, ну, и 220, и 186. А почему ты резко подняли? Ну, это в три раза больше, фактически. Не знаю, честно говоря. А ты в составе войск, так называемый, АЛНР воевал, да? Да. Все время? Седьмая бригада. И по Солидарам тоже? Да. А по Солидарам штурмовик был? Да, отчислили штурмовиками. И когда подрубежным тоже? Да. Много стрелял? Нет, ну, на прикрытие, конечно, стрелял. Знаешь, почему это важно? Потому что многие говорят, что они были там в обороне, стояли и так далее. Ну, для меня, я же понимаю, что это война. И люди как бы стреляют. Можешь объяснить, за что воевал? Ну, чтобы не пришли в наши города. Кто? В ВСУ. Потому что понимаем, что хорошего ничего не будет. Что будет страдать наши семьи. А чего они должны были страдать? Что такого должны были сделать ВСУ, если бы зашли? Ну, так как мы воюем против них. Вот. Из-за этого и будут страдать и мы, и наши родные. Из-за того, что мы пошли воевать. А почему вы пошли воевать? Ну, в большинстве у нас выбора в основном нету никакого. Ты же не скажешь, что я не хочу. Не хочешь, ну, будешь. На референдум ходил вот этот, в 2014 году? Да, у меня с паспортом проблема. Он у меня недействительный. Украинский? Да. Он когда вышел? В 2012 году. А сейчас какие паспорта у тебя? У меня вот этот и есть. Какой? Украинский? Да. Лонаровский? Нету. Российского? Нету. Стоп, а как тебя взяли воевать? Там же все с паспортами должны были быть. Военный билет должен был быть. Ну, военный у меня был. На основании чего? Мне его выдали еще, когда я был в 10-й бригаде. По контракту в 19-м году. Ты до этого еще воевал, да? Ну, тогда я бы не сказал, что это воевал, служил. Сам пошел добровольно? Да, потому что я не мог устроиться на работу, так как у меня семья, трое детей. Вот, надо было как-то добывать деньги. А это было единственное, куда я мог пойти. А сколько платили? 15 тысяч рублей. А до 19-го года чем занимался? Копанки, копанки. Все время копанки, да? А что, в 19-м уже копанок не было? Не, они были. Но их уже более как легализировали. Вот, как бы официально. Вот, а официально, ну, не мог я с этим паспортом пойти. То есть, там надо официально. А там прописки нету и второго фода нету. Поэтому, не мог я устроиться официально. Это то же самое, считалось, как на шахту пойти на официальную. Тебя не возьмут. Скажут, слышь, что это такое? Это не документ. Поэтому, пошел туда. И там сказали, что сделают, ну, соответственно, паспорт. Вот. Ну, и так год прошел, и никаких, ну, почти год. И не сделалось ничего. И все, и был уволен. Оттуда по контракту. А жена что сказала, когда пошел, ну, как бы в девятнадцатом году подписывал контракт? Ну, была недовольна, конечно. Ну, как и любой родной человек, она была против. Но, опять же, что сделано, то сделано. Вот. Она повлияет, ну, как немало уже на обратную. Я уже там был. Как-то смирилась с этим. А ты себя кем чувствуешь? Вот, украинец, россиянин, не знаю, там, человек Донбасса? Ну, как бы последнее. Человек Донбасса, да? А Донбасс где заканчивается? Да, где он заканчивается? Ну, так как оно все выстроилось на данный момент, ну, как бы, и нейтрально между Украиной и Россией, вот, ну, с одной стороны. Ну, и с другой стороны, и Россия, и не Украина, оно, опять же. Ну, как-то, оно так получается и есть. Между двух огнями. Смотри, вот ты сказал, что ты пошел воевать с ВСУ, чтобы ВСУ не пришли, типа, в города, потому что вы пошли воевать против них, правильно? Да. А, тогда у меня вопрос встречный, да? ВСУ защищает свою землю. Ну, защищает свою землю? Да. Вот. Украина, это подпольские границы, да? Подвенгерские. Так это туда же было зайти? Нет, у нас была вообще задача какая? Забрать Луганскую, Донецкую область. У кого у нас? Ну, чтобы оно было цельное. У кого у нас? Ну, Донбасс. У кого у нас? Ну, цель у кого у нас? Мы, это кто? Ну, Донбасс, Донбасс. Нет, вот у нас было забрать. Мы, это кто? Ну, командование. Командование, россияне, правильно? Да, ну, вот, у нас же седьмая бригада, это же ЛНРовская бригада, а это не российская, насколько я знал. Хорошо, тебя в марте забрали? Да. В феврале был год, вот недавно, полномасштабного вторжения, правильно? Да. Россия вторглась, правильно? Напала? Да. Вы воевали вместе с Россией. Да. И поэтому у меня вопрос. ВСУ защищает свои территории. Ты мне сказал, что ты воевал против ВСУ, потому что ВСУ должно было прийти на украинские территории, я это подчеркиваю. Ровеньки – это украинская территория. И у меня поэтому вопрос. Где ты должен был остановиться? Вот. Под польской или там венгерской границей? Где? Нет, где заканчивается Донбасс. Хорошо. Россия, ЛНР, ДНР и так далее, это все единое целое, правильно? Да. Ну, сейчас уже давно можно было не разделять. Тогда объясни мне, если воевали за Донецкую область, почему шли с разных направлений? На Чернигов, Киев, на Сумы, на Харьков, на Херсон, ты карту немного знаешь, Украина? С севера, с юга и так далее. Если должны были отвоевать Донецкую область и Луганскую. Просто объясни мне, зачем туда нужно было заходить? Ну, этого я не могу сказать. Я знаю, что единственное, где мы были, где мы были. Вот. Рубежные – это, то есть мы стояли на Луганской области. И Солидар – это тоже Донецкая область. Там. Больше нас никуда не посылали. Дальше. Хорошо. А люди там хотели, чтобы вы пришли? Их никто не спрашивал, я так понимаю. Хотели они или не хотели? Да. А зачем вы тогда шли? Приказ не обсуждается. Нам дали приказ, мы выполняли. Слушай, у меня немного мозги кипят. Честно. Вот ты мне говоришь, что ты боялся, чтобы в СУ пришло, ты лез дальше, к людям, которые вас не звали. Приказ не обсуждается. То есть зло какое-то нету выстроено в этом всем. Я тебе спрашиваю, вот в СУ они будут биться до конца. Согласен? Да. Ну и поэтому мне еще раз вопрос. Где ты хотел бы остановиться? Рубежи Донецкой и Луганской областей люди тебя не хотели. В СУ защищало своих людей. Ну, это какая-то каша выходит. Мы куда не заходили, я нигде не видел мирного населения. Привезли в Луганскую область, подрубежную. Там я не видел никого. Вообще никого из мирного населения. Так же самое и промзона Солидара. Там тоже никого не было. А почему не было? Потому что идет война. Ну, и люди что сделали? Ну, кто уехал на Украину, кто оставался, кто кого... Эвакуировались люди, правильно? Да. От того, что вы шли. То, что идет перестрелка, то, что... Ну, как можно жить в таком... Да. Кто инициатор перестрелки был? Ну, я так подозреваю, что россияне... Ты этого не знаешь точно, да? Подозреваешь? Ну, получается, да. Получается, Россия. Россия, правильно? Тогда у меня вопрос. Зачем Россия... Ну, хорошо. Пусть мы согласимся с тем, что ты там боялся в ЛСУ и так далее. А зачем Россия напала? Можешь мне объяснить? Нет. Не можешь? Нет. Ну, смотри, ты улыбаешься. Я потому что... Ну, я не знаю. Смотри, я тебе немного цифр скажу. Да, вот год войны. Год войны. Восемь миллионов людей. Это как бы по счету. Выехало на запад. Украинцев. Где-то еще три с половиной выехало с восточной области. В середине Украины. Ты улыбаешься, говоришь, что ты не знаешь, почему Россия напала. Ты шел, чтобы выгонять этих всех людей. Мы уже не говорим о смертях гражданских, ВСУ и так далее. Потому что ты где-то там в роменьках сидел и чего-то боялся. Ты же добровольно вступил в 2019 году в эту всю движуху. Добровольно. Добровольно, правильно? Ты видел в 2014 году то, что случилось на Донбассе? Видел. Кто виноват? Насколько я смотрел и по новостям, и по всему этому, то там было много показано, что стреляли первоначально, изначально военнослужащие Украины. Обстреливали Донбасс полностью. Много погибших, множество просто. Из-за этого нам пришлось нам защищаться. А почему ВСУ обстреливали Донбасс? Объясни мне. Почему? Вопрос. Причина, следственная связь какая-то должна быть. Почему ВСУ начали обстреливать Донбасс в Боснии? Потому что мы решили отделиться от Украины. Ну, то есть референдум. Думали, что будет намного лучше. Легче, проще. Ну, а получилось как-то не проще и не лучше. Был референдум, так? Псевтореферендум для меня это. Да. С 2014 года по 2022, да? Да. В 2014 году Украина могла решить эту проблему сама? Да. Могла? Да. В ВСУ могли эту проблему решить сами? Да. А почему не смогли решить? Ну, есть же люди, которые высокостоящие. Ну, и, наверное, скорее всего, которые поставлены Российской Федерацией. То есть была поддержка России, правильно? Ну, какая-то была, конечно. Была, правильно? Вот я с Западной Украиной. Я с Западной Украиной, да? Если бы здесь родилась какая-то движуха, а Польша поддержала, это законно? Нет. То есть то, что сделала Россия у вас, у Восточной регионы, это незаконно, правильно? Нет. Украина хотела возобновить законность на этой территории через это все? Да. То есть она правильно делала? Ну, по сути, да. Хорошо. Соглашаешься, да? Так случилось, что эти территории не подконтрольны, так? Ты мне говоришь об обстрелах. Ты статистику знаешь с 14-го года по 22-й этого конфликта? Ну, в целом нет. Нет? Количество смертей, ты знаешь, сколько было в 21-м году? Нет. Статистика? 7. Гражданские. В 20-м где-то 15. А эта вся движуха шла на затихание. Понимаешь, о чем я, да? Вот ты мне говоришь о бомбежке Донбасса, там вообще должно было все пылать. Тогда объясни мне, зачем зашла Россия в 22-м году, если все уже шло... То есть ты соглашаешься, что в 14-м году Украина могла решить это недоразумение с некоторыми людьми на Донбассе? Я так это назвал в 22-м году, это все, что на затихании. Зачем тогда зашла Россия? Ну, потому что, наверное, они увидели, что Донбасс не справляется. С чем? Ну, я ж не знаю, как они это все... Они ж видят это по-другому, скорее всего. С чем Донбасс не справляется? Все шло на затихание полностью. Еще год и ничего бы не было. Не знаю. У тебя образование есть? Среднее, специальное. А специальность какая? Плотник. Плотник. Смотри. Выходит так, что такие, как ты, загнали в жопу этот регион? А что такие, как я? Ну, а кто? Кто виноват, что ты здесь сидишь? Кто-то добровольно подписал в 19-м году документ. Правильно? Присоединившись к этим формированиям. Конфликт шел на затихание. В 19-м году писал из России. Если бы этот регион, грубо говоря, и ты, сказал, слушайте, ребята, это все-таки украинская территория. Зачем нам Россия? Правильно? От одного-двух людей это не зависит. Правильно? А сколько у вас здесь сидит? Много. Правда? Ну, немало. Немало. Правильно? Вы, типа, не хотите все идти. Если всех вас собрать. Правильно? Кто там у вас там главный? Вот этот вошк. Пасечник. Правильно? Да. Вот здесь все, типа, плачут в плену, что я не и хата не моя. Так говорят на Украине, правда? Я не и хата не моя. Что мы не воиноваты, мы бедные. Перед мной сидит человек, который в 19-м году из-за ситуации не мог найти работы. Поэтому пошел, взял АК в руки. В 22-м году его забрали, и он удачно пошел. И воевал. С марта по декабрь. Угрызений совести не было. Стрелял, да? Стрелял. Посылали с той стороны. Но во всем виновата Украина почему-то. Логика где здесь? Можешь мне объяснить? Ну, я серьезно спрошу. Где здесь логика? Я лично, чтобы с моей семьей все было в порядке, я лично так видел, чтобы не допустить, ну как, чтобы ничего не случилось с моей семьей, я защищал их лично, в первую очередь. Вот. Кто по-другому как там, я не знаю. Получилось так, если так получилось, что я пошел, попал на службу, на войну, вот, я защищать так защищал, их в первую очередь, и все. Смотри, ты видел, что Солидаром сделали? Видел. Ты видел, что сделали срубежным? Да. А что украинцам хочешь сказать? Это так получилось или как? Городов нету, правда? Это так получилось или как? Ну, просто объясни. Ну, я не знаю, на войне не без потерь, как говорят. Везде, во всем какие-то есть потери. Так может, твою семью давай пожертвуем? Ну, все-таки война. Да, по-на-то. Да, я не готов, чтобы не чья семья, не чья семья. Нет, ну, ты же воевал по этой стороне. Давай принесем в жертву твою семью и твоих троих детей. Ну, на войне не без потерь. Согласен на это? Нет. А почему? А ты украинцам говоришь, что на войне не без потерь. Так давай твою принесем в жертву. Они же тоже за своей семьей воюют. Да. И за своей территорией. От таких, как ты. Да. Ну, ты говоришь, ну, извините, на войне не без потерь. На войне хорошо никогда не бывает. Да, я согласен. Какая у тебя идея? Вот, ну, за что ты воюешь? Ты мне сказал, чтобы в СУ не пришли. В СУ и так рано или поздно туда придут. Потому что это украинская территория. Просто зачем ты нужен, ну, был бы в СУ, если бы ты не воевал? Понимаешь это? Ну, зачем? А те люди, я думаю, что и так не нужны никому. Потому что они на референдум ходили. А почему Россия не брала вот этих всех красавчиков, которые ходили на референдум? Тогда, объясни мне. Они же все там договались в Россию. Может, вы России нахрен не нужны? Возможно. Да не, ну, я серьезно спрашиваю. Война это не шутки. Это не шутки. Это человеческая жизнь. Это все понимают. Да, мне кажется, что не все понимают. Вот все, которые там, так называемые ГЛНР, ДНР, они все типа, я не виноват и так далее. Ну, я не могу сказать, что ты сам в 2019 году присоединился. Взял оружие. Потому что, ну, ты не мог найти работу. Это проблема украинцев, что ты не мог найти работу? Или твоя личная? Ну, скорее личная. Личная, правильно. Тебе же сколько дали сейчас? 13 лет. Дали по факту? По факту. Ну, законно все? Да. Ну, то есть добровольно все, присоединился и так далее. Ну, это же логика как бы человеческая. Да, это понятно. Хочешь быть обменен? Ну, конечно. Ну, если возвратишься, снова будет ситуация, что тебя пошлют на войну. И что снова, ну, если там не убьют на войне, снова сюда попадешь и снова будешь говорить, что так случилось или как. Ну, как выйти из этой ситуации? Да как? Не пойду, да и все. Ну, а что будешь делать? Ну, грохнут там. Ты же сам говорил, что такого не может быть. Готов на это? Ну, грохнут, грохнут. Или семья пострадает. Может такое быть? Может. Правда? Да. И что делать? Ну, в данном случае идут обратно, чтобы семье не сделать больней. Идут обратно. Ну, если снова пошлют? Вот с человеческим ресурсом россиян проблема. И снова будут посылать. Готов прийти как бы в пакете домой? Готов, если не тронет это, если не затронет это мою семью. То есть готов, правильно? Идти в черном пакете. Если да, если это не тронет мою семью. Хочешь что-то сказать россиянам? Я ничего вообще не хочу им говорить. Я ничего вообще не хочу им говорить.